Калинчатый вал Калинчатый вал Пульсации давления газов при сгорании топлива в цилиндре Также приводят к возникновению крутильных колебаний Трансмиссии и генераторы установок наземного транспорта Создающие неравномерную нагрузку на коленчатый вал Являются внешними возбудителями крутильных колебаний Для определения напряжений и расчета крутильных колебаний Реальный коленчатый вал заменяется динамически эквивалентной дискретной схемой С целью экспериментальной проверки расчета Применяют механические, электромеханические, тензометрические торсиографы Простейший из них механический торсиограф Гейгера Наиболее распространен в технике тензометрический торсиограф Который состоит из массивного маховика С-образной пружины с наклеенными на нее тензодатчиками Гибкой муфты и ртутного токосъемника для вывода сигналов Перед началом основных измерений Производят тарировку тензоторсиографа С помощью микрометрического винта Задают угловые перемещения, считываемые с линейки тарировочного устройства Потом, отклоняя маховик и записывая сигнал на осциллограмму Определяют частоту собственных колебаний торсиографа В фильме показан пример измерения параметров вынужденных крутильных колебаний Коленчатого вала автомобильного двигателя ZMZ24 с трансмиссией автомобиля Volga После запуска двигателя и включения трансмиссии с колесами, установленными на беговых барабанах Двигатель выводится на необходимый режим Частота вращения коленчатого вала измеряется цифровым автоматическим тахометром Крутильные колебания носка коленчатого вала показаны с помощью специальной киносъемки Сигналы стензодатчиков торсиографа передаются для их последующей обработки Обработка сигналов ведется анализатором спектра Который позволяет определять частоты и амплитуды резонансных крутильных колебаний Наиболее перспективным методом является обработка данных измерений на ЭВМ Микро-ЭВМ по заданной программе находит величину дополнительных напряжений Обусловленных крутильными колебаниями коленчатого вала Экспериментальную проверку усталостной прочности коленчатых валов Проводят на специальных моделирующих стендах, воспроизводящих реальные частоты и амплитуды колебаний Опытным путем выявляются условия возникновения поломок валов Расчетные и экспериментальные исследования помогают найти пути предотвращения разрушений коленчатых валов И обеспечить нормальную работу автомобильных двигателей В двигателях внутреннего сгорания главным образом используют подшипники скольжения Благодаря простоте их конструкции, надежности в работе, большой грузоподъемности К узлам трения с подшипниками скольжения относятся в частности коренные и шатунные подшипники коленчатого вала Детали цилиндропоршневой группы Детали механизма газораспределения Детали топливоподающей аппаратуры Коренные подшипники для облегчения монтажа выполняют разъемными В общем случае сборку деталей разъемного подшипника выполняют по следующей схеме Регулирование диаметрального зазора иногда производят с помощью калиброванных прокладок Сборку коренных подшипников выполняют пневматическим торцовым ключом Правильность затяжки болтов проверяют проворачиванием коленчатого вала Свободное проворачивание коленчатого вала характеризует правильность затяжки болтов и величину выбранного зазора Подшипник верхней головки шатуна выполняют неразъемным в виде специальной втулки вкладыша А кривошипную головку шатуна разъемной с вкладышами Монтаж подшипников нижней головки шатуна производят после сборки коренных подшипников Подшипники распределительных валов в зависимости от компоновки двигателя могут быть как разъемными так и неразъемными Применение неразъемных подшипников требует монтажа распределительного вала по туннельному принципу Подвод смазки подшипником скольжения осуществляют по специальным каналам При вращении вала и смещении центра ЦАПФы в масляном слое возникает гидродинамическое давление, которое и определяет грузоподъемность подшипника Для обеспечения жидкостного режима трения минимальная толщина масляного слоя должна быть не менее суммарной высоты микронеровностей сопрягаемых деталей подшипника Давление в масляном слое вдоль оси в геометрическом правильном подшипнике изменяется по кривой близкой к параболе Существенно изменяют форму эфюры давления изгиб Перекосы Бочкообразность вала Наличие смазочных каналов Вращающийся коленчатый вал разбрызгивает масло, вытекающее из его подшипников, смазываемых под давлением Детали цилиндропоршневой группы смазывают масляным туманом Узлы, требующие периодической смазки, смазывают механическими или ручными масленками Надежность работы подшипников скольжения определяется их рациональной конструкцией и обеспечением нормального режима смазки Подшипники качения применяются в форсированных силовых энергетических установках с двигателями внутреннего сгорания Однорядными В-образными Оппозитными Дубль-В-образными Икс-образными И звездно-образными В таких дизелях подшипники качения, цилиндрические или бомбинированные, применяют в качестве коренных опор коленчатого вала Кроме роликоподшипников, в двигателях внутреннего сгорания используют также шарикоподшипники Наиболее массовым дизелем с коренными подшипниками качения является дизель 12ЧН13х14 Ярославского моторного завода Блок картер такого двигателя выполнен в виде цельнолитой конструкции с коренными опорами по туннельному принципу Сборка сопряженных деталей коренных подшипников начинается с установки нижних стопорных колец Расконсервация подшипников и их сортировка производится по принципу селективной сборки Наружное кольцо подшипника предварительно охлаждают до минус 60 градусов по Цельсию в холодильной камере с использованием жидкого азота Затем наружное кольцо монтируют в блок картер Устанавливают верхние стопорные кольца Коленчатый вал выполнен неразвязным Щеки коленчатого вала являются одновременно коренными шейками, на которых выполнены беговые дорожки для роликов Внутреннее кольцо подшипника отсутствует Сепаратор с роликами собирают и фиксируют на коренных шейках коленчатого вала Монтаж коленчатого вала с подшипниками в блок картер производится по туннельному принципу В двигателях с разрезным коленчатым валом подшипники с внутренним и наружным кольцами и валом собирают вне двигателя Монтируют по туннельному принципу Работоспособность коренных роликоподшипников существенно зависит от величины и характера действующих на них нагрузок Перекосы и проскальзывание роликов приводят к повышенному износу в первую очередь беговых дорожек коленчатого вала Относительная долговечность подшипника при этом может быть определена с помощью параметра, характеризующего степень перекоса и зависящего от величины угла перекоса В двигателях внутреннего сгорания могут быть использованы роликоподшипники с дискретными винтовыми рабочими поверхностями Они имеют повышенную грузоподъемность и при уменьшенных габаритах долговечнее по сравнению с традиционными конструкциями Специальное профилирование рабочих поверхностей по винтовым образующим обеспечивает уменьшение контактных давлений и исключение кинематического проскальзывания тел качения Отсутствие проскальзывания роликов по беговым дорожкам колец обеспечивает таким подшипникам повышенную износостойкость и лучшие условия для гидродинамической смазки Дальнейшее улучшение характеристик двигателей внутреннего сгорания во многом определяется совершенствованием их коренных опор Дальнейшее улучшение